Новый крутейший эксклюзив на Бусте. Заброшка нашей улицы. Что бы ты сделал, если бы увидел кишки, висящие на столбе? Но что, если это не единичный случай и на твоей улице творится полный мрак? А виной всему заброшка, стоящая неподалеку. Страшилку можешь послушать на моем Бусте. И уже в ближайшее воскресенье там стартует новый наикрутейший сериал про КГБ СССР. Такого у меня еще никогда не было. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok София шла по длинному темному коридору. Казалось, что его стены расплывались. Ее терзал сильный животный страх. И она не знала почему. Просто сердце бешено колотилось. И с каждым шагом это становилось только сильнее. Она шла на свет. Но свет, не дарующий надежду, а холодный и отталкивающий. Но ей нужно было идти именно туда. Улыбчивые артисты с рекламных плакатов внимательно наблюдали за ней. Хищный скаля, желтые зубы. Она еще не дошла до конца коридора, когда яркая вспышка ослепила ее. Только девушка открыла глаза, то обнаружила себя в центре цирковой арены. Кривые на лицо и неимоверно уродливые зрители аплодировали ей. А они просили кусочек. София посмотрела на коридор, из которого ее принесло. И от страха затаило дыхание. Черная высокая фигура стояла неподвижно, ожидая своего выхода. Она, шатаясь из стороны в сторону, периодически вздрагивала. Арену заполнил запах из купажа сладкой ваты, кислого пота и трупного смрада. Ведущий что-то невнятно гнусаво пробручал, и исполинская тень перешагнула границу арены. Прожектора, гулка гудя, ударили желтым светом, и София невольно закричала. На пропитанный кровью манеж вышел огромный клоун. Его грим потек, а глаза были абсолютно белы. Он открыл мертвый рот и, дыша падалью, прохрипел. «Я тебя съем. Дай кусочек». И тут же рванул в сторону девушки. Закричав, Соня рванула вперед, но ноги тонули в красной каше из песка и крови. Они не хотели бежать быстрее, да из круглой арены далеко не убежишь. От зрителей убегающую отграживала ржавая решетка, словно ее, как беззащитного кролика, заперли в одной клетке с голодным удавом. Вапя от ужаса, девушка пыталась бежать, но с каждым мгновением мертвый клоун становился ближе. Она на секунду взглянула через плечо и от увиденного онемела. Клоун не только рос в размерах, но и растягивал рот, полный острых металлических зубов. И когда он прыгнул с места, развинув пасть, чтобы ее проглотить, Софья проснулась. Она с криком подскочила с постели. Простынь пропитал холодный пот, а грудной мотор стремился проломить тюрьму из ребер и свалить в закат. Крепко, совсем не по-женски, выругавшись трехэтажным матом, девушка поднялась с кровати. И почему она так боится клоунов? Клоунов и кукол. Взглянув на часы, вновь сматерилась, но уже гораздо тише. Она опаздывала на работу. Опять проспала. Собираясь в темпе вальса, Софья бегала из комнаты в комнату. Нужно уже завести привычку готовиться к смене с вечера. Девушка трудилась в одном из сетевых магазинов. Благо, что место заведующей занимала ее подруга Полина. Она, как обычно, ее прикроет. В торопях накрасившись и не позавтракав, Соня, надев мятую униформу, поспешила на выход. Спустившись на лифте с седьмого этажа, нерадивая продавщица поспешила на остановку. Но, проходя мимо соседнего подъезда, резко встала. Сделав несколько шагов назад, обернулась на окна подвала. Ей показалось, что кто-то абсолютно черный и с белым лицом внимательно следил за ней. Даже, можно сказать, таращился. Но, приглядевшись к темноте, ничего не обнаружила. Наверное, она не до конца отошла от ночного кошмара. Махнув рукой, продолжила скорый шаг, а кто-то из тьмы смотрел ей вслед. На работе, конечно же, прилетел выговор от заведующей, но, как обычно, в устной форме. За этот месяц девушка опаздывала уже четвертый раз. Привычно пообещав, что этого больше не повторится, Софья сразу вклинилась в трудовую деятельность. Несмотря на хромающую на обе ноги дисциплину и отсутствие пунктуальности, Соня выполняла свои обязанности лучше многих, если не сказать большинства. То являлось еще одной причиной, почему ей многое прощали. Но главный аспект – отсутствие работников. За забором не стояла километровая очередь за зарплатой в 25 тысяч, да и покупатели относились крайне положительно к вечно улыбающейся невысокой зеленоглазой блондинке. Отработав привычно допоздна, Софья покидала магазин одной из последних. Возвращалась, как обычно, по темноте и чуть не опоздав на последнюю маршрутку. Устала войдя в подъезд, Соня вызвала лифт, но тот, остановившись перед ней, не торопился открывать двери. Девушка еще раз нажала на кнопку вызова, но двери, скрипя металлом, загудели. Предприняли попытку открыться. Дернувшись, застыли, и свет в подъезде погас. Девушке стало не по себе. А спустя пару секунд, на несколько этажей выше, послышался быстрый шаг. Софья хлопнула в ладоши. Лампочка, реагирующая на движение, вновь загорелась, а лифт сам собой загудел, уже самостоятельно предпринимая попытки открыть двери. Взволнованная продавщица прислушалась к шагам и с удивлением отметила, что они не нарастают. Кто-то просто быстро шагал по площадке этажа, не желая спускаться вниз. И когда девушка уже захотела выйти из подъезда, чтобы подождать кого-нибудь и вместе войти, лифт, наконец, призывно открыл двери. Облегченно выдохнув, она вошла в кабину и нажала кнопку седьмого этажа. Но теперь они не хотели закрываться. Выругавшись матом, Софья несколько раз нажала цифру семь. Лифт никак не реагировал. Свет вновь погас. Уже нервничая, она в сердцах ударила по панели и, отреагировав на звук, лампочка вновь зажглась. И тут по спине девушки побежали мурашки. На белой стене виднелась длинноносая тень, чем-то напоминающая Пиноккио, но только из страшной сказки. Этот кто-то стоял на лестнице между первым и вторым этажами, справа от шахты лифта и конвурсивно дрожал. Вне себя от страха Соня начала судорожно жать кнопку своего этажа. И когда тень начала увеличиваться, двери закрылись и кабина поехала вверх. Буквально забежав домой, девушка закрылась на все замки. Ее в прямом смысле трясло от страха. Она начала себя успокаивать, что не ничего страшного не произошло, и в подъезде стоял обычный алкоголик или невеселый шутник. Признаться честно, Софья никогда не отличалась смелостью и могла накрутить себя на ровном месте. И она об этом отлично знала. Успокоившись, девушка переоделась в халат и пошла на кухню, чтобы разогреть суп. Производя различные манипуляции с кастрюлей, тарелкой и микроволновкой, она невольно посмотрела из окна во двор и тут же позабыла, что делала. Напротив их подъезда стоял худощавый мужчина и смотрел наверх. Девушка пригляделась. Его лицо было бледным и каким-то неестественным, но приличное расстояние не позволяло понять, что именно было не так. Она постаралась приглядеться получше, но незнакомец вздрогнул и быстро пошел спиной вперед, при этом не сводя с нее взора. Через несколько секунд он скрылся из виду, буквально слившись с темнотой плохо освещаемого двора. Простояв в прострации несколько минут, Софья привычно выругалась и быстро поужинав, легла спать. Но сон не шел. Ее беспокоил этот странный индивидуум. Взвесив все за и против, решила позвонить в полицию. Набрав номер и дождавшись, когда примут вызов, скомканно рассказала всю суть вопроса. На той стороне сперва молчали, а затем черстый мужской голос безразлично спросил. «Вас насилуют или убивают?» «Нет», — сглотнув слюну, ответила девушка. «Ну вот как изнасилуют, убьют или съедят, тогда звоните. Нечего попусту линию занимать». И звонок бесцеремонно прервали. «Да», — подвела итог Соня, и, ругая всех и вся, легла спать. Софья медленно мчалась по длинному извилистому коридору, а за ней гортанно хохоча бежал огромный клоун. Он, расставив стороны худые костлявые руки, почти догонял. И когда казалось, что вот-вот ее схватит, преследователь специально останавливался, позволяя жертве оторваться на несколько метров вперед. Он играл с ней, как кошка с загнанной мышкой, при этом повторяя хриплым басом одну и ту же фразу. «Да, я откушу от тебя кусочек». За всем этим бесчинством, мерзко чавкая, наблюдали безглазые куклы, жуя сырое мясо, а по их лицам тек прогорклый свиной жир. Соня знала, что клоун не только хочет покусать ее. Он желает это сделать при зрителях. Вожделеет вытащить ее за ногу на арену цирка и начать грызть, словно голодный пес, говяжью кость. Ему нужны были зрители, те самые уродца с черными и гниющими душами. С каждой минутой становилось все более жарче и душнее, а извилистый коридор плотнее наполняло вонь кислого пота. Но вновь вспышка, и она на трибунах цирка. Теперь зрительный зал и окровавленный манеж не разделяла ржавая решетка, да и клоун был не такой большой. Он медленно подошел к Соне и, протянув тощую руку, предложил присоединиться к ней на сцене. Она быстро замотала головой. Тогда инфернальный орликин, растянувшись в зловещей улыбке, хрипло прошептал. «Тогда я тебя съем!» И рванул вперед, метя желтыми зубами во лицо. И она вновь проснулась с криком и в сырой от пота постели. Нет, это неспроста. Наверное, нужно записаться к психологу. Не могут же ее страхи появиться на ровном месте. Попив воды, легла обратно в постель, но только на сухую половину кровати. Утром проснулась хоть и вовремя, но уставшей. Сказывались и кошмары, и то, что поздно легла. Про вчерашнего чудака забыла. Даже не вспомнила про случай в лифте. Позавтракав яичницей с какао и бросив грязную посуду в раковину, стала собираться на смену. Соня не любила ни убираться, ни готовить. Да и вообще, большинство дел по дому воспринимала как каторгу. И именно поэтому у нее не складывались отношения с парнями. Мало кто хотел видеть рядом с собой девушку, которая часоплотностью отличалась только к себе. Наведя макияж, София поспешила на работу. Войдя в лифт, нажала кнопку первого этажа. Двери закрылись, и гудя, кабина поехала вниз. Но на четвертом остановилась, и двери отворились. Никто не входил. Решив, что опять балуются школьники, девушка повторно нажала кнопку с цифрой 1. Но тот, как и вчера, даже не отреагировал. И тут до слуха Соня донесся еле различимый смешок. Кто-то, стоя на лестнице, гонусаво и противно хихикал. Девушка судорожно начала нажимать на кнопку лифта. И минуя полтора десятка попыток, механизм все-таки отозвался, и двери, скрипя металлом, затворились. Кабина поехала вниз. Но за мгновение до закрытия Софья услышала ехидное «деф» и быстрые шаги вниз. Неужто ее стал преследовать какой-то психопат? Она слышала о подобных случаях. Нужно будет купить перцовый баллончик. Тем более, нередки случаи, когда на жертв нападают именно в лифте. Спешно покинув кабину, она устремилась на выход. Но в этот момент за ее спиной прозвучал уже знакомый гонусавый смех. Она обернулась и на пару секунд потеряла дар речи. В темноте открытого тамбура стоял мужчина в сером полосатом костюме из драпа. При этом его лица не было видно. Его полностью скрывал мрак. Незнакомец поднял правую руку и, еле слышно смеясь, помахал на прощание. Но не как принято, а просто сгибая и разгибая пальцы. Девушка, накинув на себя ширму храбрости, сделала как можно серьезней голос и сурово выпалила. «Слышь, полудурок, если не отвалишь, я на тебя ментов вызову. На зону поедешь за домогательство». Но незнакомец только еле слышно смеялся и странно махал рукой. Шумно матерясь, юная особа поспешила на выход из подъезда. От этого субъекта у нее на затылке поднялись мурашки и даже выступил ледяной пот на спине. Наверное, точно привлекла внимание какого-то психопата. Домой возвращалась ближе к ночи и с прессовым баллончиком в кармане, который приобрела на обеденном перерыве. Подходя ближе к родной девятиэтажке, всунула руку в куртку и крепко обхватила средства самозащита. Вдруг этот отморозок ее уже караулит. Войдя в лифт, она прислушивалась к каждому шороху. Ее нервы натянулись струной, обещая вот-вот порваться и вызвать истерику. Но до своего этажа она доехала без приключений. Все было как обычно. Ни остановок лифта, ни противного гнусавого смеха. Выйдя на своем этаже и слегка расслабившись, она начала открывать дверь тамбура. И когда уже входила в свое крыло, услышала еле различимое. Софья резко обернулась и в унисон ее движению открылись двери лифта, который никуда не уезжал. И тут же начали закрываться. Ей хватило секунды, чтобы отчасти разглядеть этого психа. Серый в полоску костюм, а на лице белая длинноносая маска, раскрашенная под клоуна. Его выплеченные глаза смотрели в разные стороны, а рот растянулся в зловещей ухмылке, оголяя желтые зубы. Двери закрылись, кабина начала опускаться вниз, а из шахты слышался удаляющийся смех. Протяжно взвизгнув, Софья забежала в квартиру и, закрывшись, спряталась в ванной. Ее трясло от ужаса. Девушке стало настолько страшно, что даже началось щемить сердце. Ее напугал не сам незнакомец, а непонимание, как он мог оказаться в лифте. Ведь кабина оставалась на их же этаже, и туда никто не входил. Не могла же она подняться на свой этаж вместе с тем, кого она не заметила. В лифте она была одна. Это просто не поддается объяснению. Может, у нее поехала крыша? Возможно, это все галлюцинация? Вскоре она успокоилась и ругала себя за то, что как маленький ребенок убежала прятаться в ванну. Еще бы под кровать залезла и накрылась одеялом. Нет, с ее психикой явно что-то не то. Нужно срочно или в неоплачиваемый отпуск, или к мозгоправым. А лучше и то, и другое. А ведь завтра снова на работу. Так как народу не хватает, с сегодняшнего дня они стали ходить не в смену, а по пятидневке. Соня вновь спала плохо. Ее опять мучили кошмары, но она их не запомнила. Проснулась вся на взводе. Нервы давали о себе знать. Ее раздражало все. Не имея аппетита, отказалась от завтрака и выпила две кружки крепкого кофе, что делала крайне редко. Собравшись на работу, она вышла из дома, сжимая прессовый баллончик в руке. Лишь бы никакой сосед неожиданно не выскочил из-за угла. А то получит бодрящую струю в лицо с утра пораньше. Нажав кнопку вызова, она прислушивалась к каждому шороху или шуршанию в подъезде. И вскоре к гудению поднимающегося лифта присоединился еще один звук. Этот ненавистный смех. Он шел с девятого этажа и становился ближе. А вскоре к нему добавились приближающиеся шаги. Не выдержав, Софья побежала вниз. А шаги не отставали. Они следовали за ней. Их разделял один этаж. Кто-то гнался за девушкой. Выскочив из родного дома, Соня по инерции пробежала еще порядка десяти метров. И только заметив внимание к своей персоне со стороны прохожих, перешла на ускоренный шаг. Порой оглядываясь на дверь парадной. Нет, сегодня отработает смену и возьмет отпуск. А завтра переедет к сестре на пару недель. Можно было и сегодня после работы. Но нужно собрать вещи. Весь день прошел как на иголках. Она поругалась со всеми, включая Полину. Подруга не хотела давать ей отпуск без видимой причины. Но под конец дня все-таки уступила. Все работники магазина заметили, что Софья последние дни сама не своя. С работы ушла пораньше. Может быть даже сегодня уедет к сестре. Главное собрать вещи. Когда девушка входила в подъезд, ее буквально трясло от страха. Ей казалось, что этот психопат где-то рядом. И она не ошиблась. Стоя перед лифтом, она опять услышала этот проклятый гнусавый смех. Софья стала оглядываться по сторонам, держа перед собой прессовый баллончик. Но преследователя нигде не было. А смех был. И через некоторое время до нее дошло, что он шел сверху. Но не с лестничной площадки, а с потолка. Медленно подняв глаза, она заскулила от страха. Ее ноги онемели, и она сползла по дверям лифта. Оно сидело в темном углу на потолке, растопырив конечности, словно паук. Оно глухо смеялось, периодически вздрагивая всем своим тощим телом. Двери лифта раскрылись, и Соня упала в кабину. Тело ее не слушалось. Створки постарались закрыться, но им мешали ее ноги. Металл слегка прижал конечности и вновь вернулся в исходное положение. А тот, кто был на потолке, подался немного вперед. И теперь Соня видела его во всей ужасающей красе. Нет, он не был клоуном. И нет, на нем не была маска. Это было его бледное, почти белое лицо. Уродливое, пугающее, нечеловеческое. Его косые глаза буквально вылезали из орбит. Отверху лба до переносица тянулся тонкий красный шрам. От уголков губ до огромных ушей кривая зашитая улыбка глазга. Его пасть растянулась в жуткой ухмылке, оголяя деревянные зубы. А длинный нос делал его побратимом знаменитого сказочного Пиноккио. И пучок рыжих неопрятных волос венчали его блестящую макушку. Тварь, несколько раз взрогнув, протяжно прикряхтела и быстро поползла по потолку, словно водомерка, широко расставляя конечности. А оттуда, на верхние этажи дома. Прибывая в шоке, Соня кое-как поднялась на ноги и нажала кнопку седьмого этажа. Она уже не понимала, что делает. Ее голову заполнило чем-то тяжелым. Она вообще не отдавала отчет своим действиям. Выйдя из лифта, не спеша открыла дверь в тамбур и, забыв ее закрыть, вошла в квартиру. И когда держалась за входную ручку изнутри, из темноты подъезда выскочила тварь. И крикнув громко «ТАФ!», вцепилась деревянными зубами за кисть. Это произвело отрезвляющий эффект. Соня, испуганно закричав, захлопнула двери, закрыла замок и, упав в пороге на четвереньке, поползла в зал, не прекращая громко рыдать. Она забилась между книжным шкафом и компьютерным столом и, обняв колени, начала раскачиваться взад-вперед, зажимая кровоточащую рану. У нее началась истерика. Она смеялась, одновременно роняя слезы. Но буквально через несколько минут хохот сменился на надрывные рыдания. А вскоре прекратились и они. Девушка резко замолчала, прислушиваясь к нетипичному для ее дома звуку. В кухне глухо и еле слышимо смеялись. Быстрые шаги деревянных стоп и тварь, выскочившая из темноты, прыгнула на Соню. Девушка попыталась сбросить ее из себя, но нелюдь, схватив за светлые и растрепанные волосы, стал пытаться ее укусить. Желтые зубы клацали рядом с лицом, глухо скрипя сырой древесиной. После серии неудачных попыток деревянные резцы все-таки настигли плоть, и правую щеку девушки обожгла боль. На миг отвлекшись, она, закричав, схватилась за лицо. Но тут же ее пронзила новая боль. Еще более страшная и мучительная. Та, от которой она потеряла сознание. Тварь длинным носом выколола Софии в левый глаз. Приглядевшись к жертве, нелюдь ударил несколько раз ладошками по щекам и, убедившись, что та находится без сознания, неспеша поднялся и, вздрагивая, тихо посмеиваясь, ушел в кухню. А там, через открытую форточку, ретировался на крышу. Наигравшись, как кошка с мышкой, садист потерял интерес к Соне. Девушку обнаружили наутро соседи. Измученная София, скуляя от боли, стучала во входную дверь изнутри, не в силах встать. Сотрудники МЧС выломали замок и, оказав первую доврачебную помощь, передали ее медикам. В больнице она провела около месяца, а оттуда ее перенаправили в психиатрическую лечебницу. Два психиатра внимательно наблюдали за одноглазой пациенткой. Она, раскрасив лицо в пародию на клоунский грим, давала импровизированное выступление таким же больным, как и она. Так вот, уважаемый коллега, вот тоже занимательный случай. У больной ярко выраженная колорофобия, боязнь клоунов. Притом, это последствия диско-травмы. Со слов ее матери, в возрасте трех лет ее в цирке напугал непутевый клоун. Во время выступления позвал на манеж для помощи в каком-то трюке или в чем-то. Но не суть. Девочка напугалась и отказалась выходить. Тогда он в шутку сказал, что ее съест и попросил откусить кусочек, что и послужило почвой для детской травмы. У ребенка произошла истерика, а взрослые все перевели на шутку. Там же ей подарили куклу. В итоге ребенок стал бояться и их. И со временем ее состояние только ухудшалось. В итоге с четырех лет до шести пациентка наблюдалась у детского психиатра. Вроде бы лечение прошло успешно. И она даже забыла про пребывание в лечебнице. Но как вы видите, иногда призраки прошлого возвращаются. Но позвольте, Михаил Архипович, перебил его молодой врач. Травма и фобия, это понятно. Но как больная могла выколоть себе глаз, а тем более укусить сама себя за лицо? Такого же не может быть. Седой врач поджал губы, опустил голову, а затем, внимательно посмотрев на юного коллегу, мягко улыбнувшись, произнес. Знаете, Андрей, порой тайны остаются тайными. Но эти вопросы мы сами не знаем ответа. Мы просто назвали это апогеем колорофобия. Иного объяснения у нас нет. Но, дорогой коллега, пойдемте дальше. Там у нас есть занимательный пациент. Недавно вновь поймали. Наверное, вы слышали про маньяка Иоганна. Он же кожаный швей. Ловим его уже второй раз. Ну, вернее, не мы, а сотрудники. И медики души продолжили свой путь. Оплачущая Софья давала концерт, еле различимо шепча. Свои своих не едят.